Сильно бы повлияло введение уроков каких-то обязательных, да, в программу школьного образования по компьютерной грамотности, повлияло бы это на снижение там тех же преступлений? Я уверен, что да. Я уверен, что это вообще строго обязательно. Я не помню, говорил я об этом в прошлых выпусках или нет, но я отмечу, что сейчас очень важно абсолютно всем детям иметь некую цифровую личность. То есть они сейчас, дети, будут рождаться в эпоху уже тотального интернета, они сразу будут во всех соцсетях, и супер важно с самых младших, прямо вот там детских лет учить их, как себя вести в интернете, что и куда можно постить и как вести свой вот этот цифровой облик, да, свой цифровой профиль. Но тот же самый, как говоришь, ник, да, один и тот же ник, который везде используется. Если вы будете везде регаться с ним, за вами будет тянуться огромный след и нужно это в том числе использовать на свою пользу, да, чтобы там потом, когда вас будут нанимать на работу, не знаю, там через 20 лет, уже совершенно все будет по-другому, и все это будет автоматически искаться, и сразу будет некий цифровой профиль, это уже сейчас есть, но это будет еще более развито, цифровой профиль этого человека. Если вы выкладываете видосы со вписок на хатах каких-нибудь, где там трэш, угар, алкоголь в 14, то в 20 вас могут не взять на работу. Ну, в серьезную структуру. В серьезную структуру, да. Сколько же сейчас уже было уничтожение карьер политиков, да, когда там выкладывают какие-то их фото с наркотой и проститутками, вот. Вот, и точно так же это будет касаться все больше и всех, не только там каких-то випов, да. Вот, и опять же, как я говорил, огромное количество людей попадают под отличные статьи, в том числе и компьютерные, не совсем осознавая, что они делают вот именно, да. Они чувствуют, что здесь есть какой-то подвох, они, например, не могут столько зарабатывать. Но они, может быть, даже не могут сформулировать, в чем же проблема. Ну, как в примере с Дюбой, да, то есть могут правоохранители при желании, они расценят это как распространение порнографии. Но понятно, что в случае с Дюбой это нафиг никому не надо, но даже вот человек не задумывается, вот мой друг мне прислал, да, по моей просьбе, ну, а может, я его провоцировал, может, я там сотрудник правоохранительных органов. Он мне прислал, и все, я ему говорю, о, приехали. Вот, поэтому обязательно нужно этому учить, и учить тому, что цифровой мир, он в этом неотъемлемая часть жизни уже сейчас. Вот, и о том, как себя там нужно вести.